Во всех социальных объектах Люберец тепло. Такое заявление сделал глава Владимир Ружицкий. Накануне он лично проверил температуру в детском саду и школе. Когда отопление попадет в дома, Люберчан узнавала наш корреспондент Анна Троян. Я специально к вам пришел узнать, у вас тепло или нет. У вас тепло? Тепло! Не тепло, а даже жарко. В детском саду номер 9 температура в группах 22,5 градуса, что точно соответствует норме. Что важно, маленькие Люберчане чувствуют себя комфортно. Само же учреждение в прямом смысле отапливается самостоятельно. Почти все подвальное помещение здания отдано под индивидуальный автоматизированный тепловой пункт. Здесь определенные технологии. Мы в последние садики строим, как правило, тепловой пункт прямо в садике. Как правило, либо где-то, скажем, пристройки, либо в цокольном этаже. В данном случае здесь в цокольном этаже. Это позволяет регулировать тепло в самом садике. Непосредственно в садике. Поэтому это очень удобно. Люберчане постарше ученики кадетской школы тоже довольны тем, как отапливаются классы. За пару дней учреждение прогрелось полностью. Жалоб со стороны педагогов не возникло. Тепло, тепло. Традиционно социальные объекты начинают отапливаться первыми. Этой осенью тепло туда стало поступать 28 сентября. На сегодняшний день 42 школы, 47 детских садов, 5 учреждений дополнительного образования, 13 больниц и поликлиник округа имеют горячие батареи. Зима впереди, не болейте. Хорошо? Спасибо. И остается лишь вопрос насущный. Когда же станет тепло во всех домах городского округа? Ведь подача отопления в жилой фонд началась 1 октября. Однако не все люберчане пока могут похвастать тем, что им не холодно в квартире. Постоянно эта ситуация мониторится. Управляющие компании и ресурсоснабжающие компании аварийные службы переведены в круглосуточный режим для того, чтобы за 10 дней, как по постановлению, запустить везде отопление, чтобы нареканий у жителей не было. Ежедневно я лично посещаю единую диспетчерскую службу, где беру мониторинг звонков по тем домам, на которых необходимо усилить работу, чтобы жители получили тепло в установленный срок. Так что, если вы до сих пор испытываете проблемы с теплоснабжением, обращайтесь в свою управляющую компанию или единую диспетчерскую службу 112. А если и так не удалось урегулировать вопрос, всегда можно написать главе в социальные сети. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ Всем привет! Я Маша Лапачева, а вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и будьте в курсе самых актуальных событий.